Это Красный дом. Красный дом, построенный Уильямом Моррисом. Поэт, художник, человек совершенно невероятных дарований. Но главное, он вошел в историю как друг прерафаэлитов, их вдохновитель. Бывают такие люди, которые что-то создают, но само их творчество может быть не остается в веках. Но их энергия, их притяжение, личное обаяние создает какую-то атмосферу, круг людей. У нас в России сразу вспоминается великий Дягилев, который, по-моему, ничего не создавал, но в мировой культуре навсегда останутся дягилевские сезоны в Париже. А здесь вот Уильям Моррис. Он очарован был прерафаэлитами. Притом, надо сказать, что это сейчас знают, кто такие прерафаэлиты. И выставки по всему миру. А тогда это были молодые люди, к которым отношение было у многих очень прохладное. Но суть этого течения была в том, что они обратились к искусству до Рафаэля. Отсюда название прерафаэлиты. То есть искать в прошлом разгадку будущего. Отсюда обращение к раннему средневековью. В это время вообще средневековье, начиная где-то с начала 19 века, его начинают открывать. Потому что до этого средневековое искусство вызывало, ну, только сугубо исторический интерес. А архитектура, готическая архитектура, казалась вульгарной, неинтересной. И вот великие Гёте в Германии, а в Англии прерафаэлиты, поэты-романтики, Вордсворт, Колеридж, они открыли поэзию средневековья, открыли искусство средневековья. А прерафаэлиты, вот эта живопись до Рафаэля, переосмыслив ее, конечно, по-своему. И, кроме этого, интерес к средневековью был не только такой академический. Они хотели, это вот бывает такой период, когда хочется воплотить. То есть, вот эта, видимо, прагматичная жизнь середины 19 века, в общем-то, благополучная, когда Британия была на пике могущества. У этих молодых людей вызывало вот подобие бунта. Искали что-то иное, что-то совершенно не похожее на обыденность. И нашли это в средние века. Культ розы. И нашли средневековые сады. И вот этот дом, Красный дом, построенный в середине 19 века, он был воплощением, вдохновлен искусством средневековья, средневековыми садами, которые они хотели здесь воплотить, насколько это возможно в 19 столетии. И вот этот дом, будучи обращенный к прошлому, он стал, как ни странно, новым словом в архитектуре. Потому что гладенькие вот эти штукатуренные дома тогда были, а здесь голый вот этот жесткий красный кирпич, это стало созвучно поиском архитекторов уже 20-го столетия. И вот он стал современным, и как великое действительно произведение он современен и сейчас. И вот мы ходим по этому саду. Сад в Англии трудно удивить. Садами куда-нибудь удивительные совершенно места, но здесь этот сад поражает. И вот даже мягкий вот этот газон, по которому как-то входишь, он как-то пружинит. Вот эти цветы, растения. И вот это поразительно, что человек, еще раз хочу сказать, в эпоху, когда люди с таким, ну всегда люди заняты зарабатыванием денег, что поделаешь, это уж такая реальность, никуда не денешься. Но 19-й век, вот такой век буржуазности, вот этой респектабельности, и вдруг человек решил вот создать свое средневековье, свой мир. И вот прошло полтора столетия, даже больше полутора столетий, и люди приходят сюда, в нашем вот тяжком мире, несмотря на беды, пандемию, приходят, чтобы посмотреть на этот красный дом, на эти цветы, и, может быть, тоже помечтать о своем каком-то особом времени, может быть, найти свое средневековье в нашем трудном столетии. Вот так вот. Да, здесь вот такой сад открывается. Да, и вот эти ромашки, ромашки, напоминающие совсем не Англию, а что-то такое близкое, родное, вот эти изумительные цветы, какие-то деревянные строения. И этот, да, газон. Еще запах. Ну, запах вот передать, пока не научились. Запах непередаваемый. Это вот я сейчас ощущаю. А там какие заросли. Так. Так. Продолжение следует... О, какая аллея, какая заросшая вот здесь, прелесть какая. Прямо над головой вот эта сросшаяся зелень, тут розы какие. Ой, даже вот на расстоянии аромат чувствуется.